Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста. Христос говорит, снова увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет. Евангелие Иоанна, 16 глава, 22 стих. Краткое изречение, но в нем много утешения. Что бы это значило, радости ваши никто не отнимет. У тебя есть деньги, радость о богатстве многие могут взять у тебя. И вор, разламывающий стену, и раб, уносящий вере на ему, и царь, отбирающий имение в казну, и завистливый человек, взводящий клевету. Имеешь ты власть, многие могут взять у тебя радость о ней. Когда прекратится начальствование, прекратится и удовольствие. Да и во время самого начальствования много встречается дел трудных и соединенных с заботами. Они уменьшают твою радость. Пользуешься крепостью тела, постигла тебя болезнь и расстроила радость о ней. Ты красив и благообразен. Пришла старость и сокрушила, внесла эту радость. Станешь наслаждаться роскошной трапезой, с наступлением вечера окончится и радость пиршества. Так всякая мирская вещь легко повреждается и не может доставить нам прочного удовольствия. Но благочестие и доблесть душевная – совсем другое дело. Если подашь милостыню, никто не может отнять у тебя этого доброго дела. Пусть нападут со всех сторон войска, цари, тысячи клеветников и злоумышленников. Они не могут отнять приобретение сокрытого на небе. Нет, радость эта остается навсегда. Расточил, говорит, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. И весьма справедливо, потому что она хранится в небесных сокровищах, где вор не подкапывает, разбойник не отнимает, моль не съедает. Если будешь совершать постоянные и прилежные молитвы, никто не может похитить плода их, потому что этот плод утвердился корнем в небесах, безопасен от всякого повреждения и остается недоступен. Если потерпев зло, сделаешь добро, если терпеливо перенесешь злословие, если, быв поруган, станешь благословлять, эти добрые дела останутся навсегда, и радости о них никто не отнимет. Но всякий раз, как вспомнишь о них, будешь радоваться, веселиться и вкушать великое удовольствие. Впрочем, вы должны быть и для других учителями и руководителями, должны брать, наставлять и руководить ближние друзей, рабы-соробов, юноши-сверстников. Если бы кто-нибудь обещал тебе по одному червонцу за исправление каждого человека, не употребил ли бы ты всего старания, не просиживал ли бы с ним, по целым дням, убеждая и вещевая его. Но вот, Бог обещает тебе в награду за эти труды ни один, ни десять, ни двадцать, ни сто, ни тысячу червонцев, даже и не всю землю, но дает тебе то, что больше всего мира, Царство Небесное. И не одно это Царство, но и другое, кроме Его. Что же это такое? «Если излечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Книга пророка Иеремии, 15-19. Что может сравниться с этим по чести и благонадежности? Какое же для нас извинение и прощение, когда мы после столь великого обещания не заботимся о спасении ближнего? Когда ты увидишь слепца, падающего в пропасть, то простираешь руку и считаешь недостойным оставить без помощи погибающего. А видя, как ежедневно все братья падают, стремгла в дурную привычку, клясться не смеешь, сказать слово, но ты сказал раз, и ближний не послушал, так и скажи и в другой, и в третий, и сколько бы ни было, пока не убедишь. Бог говорит к нам каждый день, а мы не слушаем, и Он не перестает говорить, и ты подражай этой попечительности о ближнем. Для того мы и живем вместе, населяем города и собираемся в церквах, чтобы друг друга тяготы носить, чтобы исправлять друг друга от грехов. Как люди, живущие в одной лавке, хотя и разные продают товары, но все доходы складывают в общую кассу, так будем делать и мы. Какое кто может сделать добро ближнему? Не ленись и не отрицайся. Да будет и между нами такая продажа и уплата духовная, чтобы нам, все сложив в общее место и приобретши великое богатство и составив великое сокровище, все вместе получить Царство Небесное по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.